Слава Тебе, Христе Боже, Слава Тебе, Христе Боже, Слава Тебе, Христе Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Побла слава Тебе. Господь истинный Бог наш, молитвен Печистя Своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас как благ и человека любец. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Здесь беседы святителя Иоанна Рутоустова. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23, 24, 25 стих. О благость, о неизлаголовное человеколюбие, какая кротость может сравниться с той, которая выражается в этих словах. Пусть, говорит он, прервется служение. Мне только бы сохранилась твоя любовь, потому что и то жертва, когда кто примиряется с братом. Потому-то он и говорит, примирись по принесению или прежде принесения дара. Но посылает примириться с братом, когда дар лежит пред алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять с собою принесенный дар. Не говорит, примирись прежде, нежели принесешь его. Но повелевает бежать к брату, оставив дар перед алтарем. Для чего повелевает он так поступать? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшую жертвою. И без нее не принимает и жертвы вещественные. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому велено принести дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратит вражду, если не по любви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того-то Господь каждому слову и придает особенную выразительность, устрашая и побуждая приносящего. В самом деле, не сказал он только оставь там дар твой, но превосокупил преджертвенника, чтобы напоминанием о священном месте привести его в страх. И не сказал только пойди, но превосокупил прежде, и тогда прийди и принести дар твой. Через все это он показывает, что трапеза Господня не допускает к себе враздующих друг против друга. Здесь Христос посылает обидевшего к обиженному и, научая молитве, ведет обиженного к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, и пойди прежде, примирись с братом твоим. А там говорит, если будете прощать людям согрешение их. Матфея 6 глава 14 стих. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обиженного, потому что не говорит, попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобой, но просто примирись. И хотя, по-видимому, речь идет здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, говорит, примиришься с ним из любви к нему, то и я буду к тебе милостью, и ты можешь приносить жертву с полным дерзовением. Если гнев еще пылает тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделать со друзьями. Притом он мне сказал, помирись, когда ты сильно обижен, но сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажным. Если брат твой имеет что-нибудь против тебя. И не сказал так же, когда ты гневаешь, а справедливо или не справедливо, но просто, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, хотя бы даже и гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклане, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел, другим образом, побуждая нас в примирению, сказал, солнце на не зайдет во гневе вашем. Послание Ефесянам 4 глава. Как Христос побуждает нас в примирение, указывая время жертвы, так и Павел, увещеваясь нас к тому же самому, указывая на время дня. В продолжении дня многие могут и отвлекать, и отторгать нас от гнева. А ночью, когда человек остается один и вдается в думы, волны взымаются сильнее, и буря свирепствует с большей яростью. Предупреждаю это Павел, и хочет, чтобы мы, примирившись, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением, и не разжег сильнее печь гнева. Аминь. Роди всех, Господь! Кто готовился к Истову, вставайтесь на Истову.